Добрый день, я Елена Дорофеева, мне 74 года. Я уже 26 лет была предприниматель, а теперь я уже на пенсии. Я была на отдыхе в Индии, и мы купались в океане. И вдруг подошел один из наших членов группы ко мне Александр, который был врач, и сказал, Елена, у вас на плече родинка, которую надо обязательно проверить. И я послушалась и пошла к врачу. Мне сделали операцию, и после анализов сказали, что у меня меланома. После диагноза у меня был настоящий шок, наверное, как у каждого нормального человека. И я думала, ну почему это случилось именно со мной? Что делать? Мне назначили лекарства, о которых я не могла спать. Я не спала до 4 ночи, меня трясло, температура была 38-39 градусов, и это продолжалось все время. Ну, конечно, я не могла выдержать этого всего, потому что это температура каждый вечер, это эти боли. И я пошла к врачу, и он мне сказал, что вы адаптируетесь к этому лекарству. Но, увы, прошло два месяца, я не адаптировалась. Естественно, как нормальный человек каждый. Мы пытаемся найти выход, чтобы спасти свою жизнь. И я искала и среди своих очень близких знакомых, и в интернете, в книгах, и нашла фонд виротерапии. И вот именно это мне очень помогло. Вы знаете, это очень приятно вспомнить, потому что ощущения были самые хорошие. Когда я сделала укол, у меня было абсолютно никаких побочных явлений. Я могла спокойно спать и спокойно работать. Конечно, какое-то время была у меня слабость, но со временем эта слабость все проходила, и я начинала чувствовать себя нормальным человеком. Я вот думаю, что именно вот виротерапия, именно то, что подавляет раковые клетки. То есть она поднимает иммунную систему, дает возможность бороться с ними, с этими раковыми клетками. В этом смысл и в этом сила виротерапии. Вы знаете, я пришла к выводу, что люди очень мало осведомлены об этом. И ты сам должен себя анализировать, какие у тебя ощущения, как ты чувствуешь, и смотреть. Потому что ни один врач не знает ваш организм, так, как вы сами. Вы сами должны наблюдать за собой и сами даже смотреть даже, как вести себя, что кушать, куда идти, что вам помогает. Я говорю, что просто я действительно всю жизнь свою переосмыслила. И после того, как тебя вот так ударили, и ты понял, что тебе второй раз дан шанс жить, и ты совершенно радуешься этой жизнью, совершенно смотришь по-другому. И поэтому нельзя терять никогда надежду.